Пожалуйста. Хочу предложить проект православного вечного русского ведического календаря. Значит, если взять из вед, то там есть такая мудрость. Календарь – это кладезь божественной мудрости, глаголящей добрую жизнь на земле людей в материальном мире яви. Это одна из рун круголета числа Бога. Это очень древняя мудрость. Ну, сейчас непосредственно к проекту. Календарьное время способно выполнять управление обществом. Оно создает предсказуемость событий развития и стабильность общественных процессов. Такое воздействие происходит через систему праздников, выходных дней. Празднование основных дат в году создает гироскопический эффект во временном пространстве. Если даты из года в год совпадают, то вращение во времени устойчивое и делает общество устойчивым. Создает цикличность жизни, работы, отдыха и так далее. Очень важна стабильность соответствия дат месяца и дней, недели в кварталах и годах, а также закрепление праздников в датах календаря и кратность недель в месяце и годе. Такими свойствами обладает только вечный календарь, которым и является православный вечный русский ведический календарь, или сокращенно ПВРВК. Сегодня мы живем по Григорианскому календарю. Недостатки его с каждым годом все ощутимее. В последние годы все чаще и настойчивее поднимается тема о введении нового календаря. И это не случайно. Актуальность вопроса велика. Григорианский календарь стал каким-то торгом в жизни общественного развития. В 1923 году при Лиге нации в Женеве был создан Международный комитет по реформе календаря. В 1953 году в Организацию объединенных наций поступил меморандум по вопросу о всемирной календарной реформе. 28 июля 1954 года 18-я сессия экономического и социального совета ООН обсуждала проект нового календаря. На сегодня предложены десятки проектов, но календарная проблема остается неразрешенной. В этих проектах используются самые хитроумные схемы, но они не находят практической ценности. Проблема реформирования современного календаря очень актуальна. Чтобы сохранить накопленные веками знания, опыт и связь времен, новый календарь должен содержать информацию и Григорианского, и Юлианского. Тогда прошлые знания и опыт совмесятся с новыми и составят единое целое. Недостатки Григорианского календаря при этом будут устранены. Проект такого календаря ПВРВК авторы назвал совмещенным. За последние века людей оглупили, разучились считать даже время. Появились десятки различных календарей. Время наши предки различали обыденное и мифологическое, то есть от времени богов. Сакральный календарь единит двойственность времени и является универсальной моделью мироздания. Визическое православие преобразовалось со временем в православие христианское и создало свою видоизмененную традицию. Даты всех дохристианских праздников тщательно сохранены в современном русском христианском православии. Возраст древнейшего русского искона считается десятками тысяч и даже сотнями тысяч лет. Тема вечного русского и мирового календаря еще неоднократно будет обсуждаться, поэтому уточнения и дополнения календаря вполне закономерны. В пространственно-временном единстве мира понятие времени является приложением к практической жизни. Время у нас везде, повсюду и является невидимой основой жизни. Без него нам никуда. Календарем называется система счета промежутков времени, основанная на закономерностях мироздания движения небесных тел, приспособленная для повседневного использования в жизни. Календарь служит для оценки прошлого опыта жизни и построения успешного будущего. Календарь не допускает произвольного изменения счета времени, которое порождает пороки и несовершенства в жизни. Во многих современных проектах календарей, предложенных ООН, часто встречаются схемы дней года с искажением счета времени, по которым невозможно записать даже дату некоторых дней года. К таким дням относятся дни без числа, дни без дня недели, вставные свободные праздничные дни. Такое в календаре недопустимо и должно быть исключено при любых схемах. Ну, теперь дальше предлагаю, значит, перечислим основные недостатки григорианского календаря. Для создания, для осознания значимости введения нового календаря перечислим вот эти недостатки. Первое. Число дней недели не кратно числу дней месяца, квартала и числу календарных дней основного года, за счет чего создается ползучесть дней недели и чисел месяцев в календаре каждого года. Второе. Праздники и выходные дни в григорианском календаре скачут по дням недели и датам месяцев из года в год, что создает сложности и неустойчивость ориентации в жизни, а также в том, чтобы составить вечный календарь. Третье. Расходуются в пустую ресурсы природы и общественные ежегодные изготовления календарей в большом количестве, параметры которых меняются каждый год, снижается оперативность в работе, затрудняется прогнозирование трудового процесса, отдыха, быта, создается ущерб бизнесу. Четвертое. Отсутствует название годовых недель и характеристика, нумерация и описание, что наносит ущерб жизни в ладу с природой. Пятое. Названия месяцев григорианского календаря понятийно бессмысленны, способствуют оглуплению и работают на разрыв с нашими богами, традицией и природой. У многих народов есть свои национальные календари, укрепляющие их дух, веру, традиции, устойчивость жизни, общинность. Например, японцы, мусульманские народы, евреи, китайцы, индейцы и так далее. Давно созрела необходимость и русским возродить свой календарь и традиционное летоисчисление. Шестое. Нумерация дней года от начала года и само начало года в григорианском календаре 1 января не совпадает ни с одним природным циклом. Седьмое. Григорианский календарь нам чужд во многих отношениях с самого начала. Восьмое. Недели разрываются месяцами, а месяцы неделями. Год и месяц начинаются в разные дни недели. Ну, теперь дальше. Теоретические основы календаря. Первой естественной природной единицей измерения времени были, есть и будут – это сутки и год. Продолжительность суток, смена дня и ночи определяется вращением Земли вокруг своей оси, а продолжительность тропического года – движением Земли вокруг Солнца. Тропический год определяет смену климатических сезонов времен года, который целочисленно неравен количеству суток в году. Календарный год определяет схему дней года, которую в повседневной жизни называют календарем. Календарные единицы времени недели, декада, месяц, квартал, полугодие – это искусственно принятые. Календарь – это инструмент счета времени, который целочисленно объединяет и увязывает несоизмеримые единицы счета времени тропического года и суток. Схемы дней года и таким образом удерживает смену времен года, долготу дня, кажущаяся прохождение Солнцем созвездий, эклиптики зодиака, динамику измерения светового дня в неизменных датах календаря в течение года. Для решения этого вопроса вводится высокосная поправка. Численная величина годовой высокосной поправки в Григорианском календаре равна 0,242196 суток. А вот в проект календаре, в ПВРВК, она равна 1,242196 суток. То есть на одни сутки больше. Правила введения высокосной поправки у каждого календаря с новою. Откуда попали эти сутки? А это 365-й день. Потому что в ПВРК календарный год 364 дня. И одни сутки уходит высокосный избыток. За счет чего формируется высокосная неделя. В настоящее время тропический год равен в среднем 365 дней, 5 часов, 48 минут и 46 секунд. Для оценки точности ПВРВК определим годовой избыток во времени между продолжительностью календарного простого года и тропического. Ну, я уже говорил, это 1,242196 суток. При 62-летнем цикле с 11-ю высокосными годами и 7-дневной высокосной неделей неточность календаря ПВРВК будет равна. Значит, 0,01-6152 суток за 62 года или 23 минуты 15,5 секунд. В год это составляет в среднем 22,5 секунды. Это погрешность, точность календаря. Значит, что же получается? Вот если эта погрешность 62-летнего цикла, она будет все время нарастать, то за 4768 лет вырастет как раз годовой высокосный вот этот избыток. Одни сутки, значит, и 24-21-96 суток. Поэтому вот эта схема будет почти на 5 тысяч лет этого календаря нерушимая. Но для того, чтобы увеличить точность календаря, вот эту поправочку в одни сутки, сместить высокосный год, можно через 2,5 тысячи лет, тогда календарь будет еще точнее. Чередование высокосных лет в 62-летнем цикле происходит через 5, 6, 6, 5, 6, 6, 5, 6, 6, 5 и 6 лет. В следующем 62-летнем цикле чередование точно так же повторится. Проект ПВР-ВК. Значит, автор предлагает русский вариант всемирного русского календаря. Вот он как раз здесь. Изображен. Календарь ПВР-ВК с простым годом в 364 дня и высокосным годом в 371 день. Высокосная неделя разместится обязательно в конце года, образовав 53-ю трудовую неделю года, образующую 35-дневный 13-й месяц только высокосный год. Такой календарь не нарушит непрерывность счета дней в течение всего года, в 7-дневной неделе, месяце, квартале, полугодие, году, а также сохранит чередование дней недели на все времена в неизменном и неизменные соотношения чисел по дням недели и месяцам. Каждому дню недели будет соответствовать своя неизменная группа чисел в любом месяце года. ПВР-ВК сохранит счет и учет тока времени как дара Бога и создаст ритм и цикличность во времени и пространстве. Как уже было изложено в теоретических основах календаря и оценке его точности, минимальные календарные отклонения от природного тропического года можно получить, если исполнить чередование 11-ти высокосных лет в 62-летнем цикле. Ну, по схеме я не буду ее повторять. Переход на единый календарь в трех всех стран одновременно невозможен по ряду причин. Поэтому ПВР-ВК и здесь послужат переходным мостом. Наш календарь совместим с любым календарем мира и государства, и разногласий негатива не будет. Совмещенную схему можно обозначить под любой календарь. Григорианский, китайский, арабский, еврейский, японский. Я потом на схеме это покажу. Свойства совместимости и вечности ПВР-ВК. Из параметров ПВР-ВК следует совместимость и вечность. К свойствам совместимости можно отнести следующее. Календарь ПВР-ВК совместим с любым из календарей мира, в том числе и Григорианским, и Юлианским. Календарь ПВР-ВК совместим с любой культурой, этносом, традицией, народом, климатом и хозяйственным укладом. Календарь ПВР-ВК совместим прослеживает связь времен, событий и историй. В календаре сохранено и совмещено неизменное чередование дней и недели уже более 6 тысяч лет. Когда была Юлианская реформа и Григорианская календарные реформы, то чередование дней и недели по религиозным убеждениям строго было запрещено. И скачка там не было, что после среды чередовалась там суббота или еще что-то. Так вот, это чередование сохраняется уже более 6 тысяч лет. Ну, это, наверное, тоже не случайно, если учесть энергетику планет и воздействия на землян, и как это все чередуется. Это тоже в древнее время, наверное, это не пустое место было. Эти закономерности были установлены и сохраняли. В ПВРВК прослеживается совместимость с природными циклами Солнца, Луны, Звездного Неба, Годового Зодиака. В календаре ПВРВК прослеживаются природные свойства годовых недель. Каждые недели в предлагаемом календаре, потом покажу, имеют свое название. Ну, в России для, значит, климатическим и хозяйственному укладу жизни средняя полоса России. Там, конечно, для эскимосов, чукчей или там знойного Узбекистана где-нибудь. Это там будут другие названия природные тех же самых недель. Календарь связан с древними богами. Теперь перечислим свойства вечности. Календарь постоянен на неопределенно долгое время и любой год. Календарь исключает ползучесть дней в числах месяца и году. Перенос рабочих дней и праздников в календаре ПВРВК постоянный, единожды принятый. Но это уже воля правительства и властей. Вот как установят один раз переход, так и будет. В настоящее время получается так, что сверхценные указания от правителей ждут до последних дней, куда какой день там перенесут. И как там сформируются выходные или праздничные или рабочие дни. Календарь ПВРВК создает предсказуемость во времени во всех сферах жизни. Он обеспечивает временный ритм и гороскопического эффекта времени за счет уже твердо установленных праздников, выходных и рабочих дней. Стабильное положение годовых недель в схеме дней года. В календаре ПВРВК распределены жизнепринципы по годовому кругу времени. Веды повествуют и сообщают, что... Ну вот, еще перечислю тогда достоинства православного вечно-русского ведического календаря. Предлагаемый календарь имеет 25 достоинств. Ну, быстро я тут постараюсь. Сохранен стабильно непрерывный счет дней в году на все времена. Недели не разорваны месяцами, а месяцы неделями. Исключены дни без числа, без названия, вне месяца, вне недели. Новый год месяца квартал начинается всегда только в понедельник и первого числа. Соотношение чисел месяца дней и недели стабильно на все времена. Календарь постоянен на любой год. Разрешает проблемы религиозного характера. Обеспечивает связь времен информацией культуры, истории, хронологии, знаний, науки. Календарь, возможно, однажды сделанный перенос рабочих дней, праздников, неизмен на вечные времена. В высокосный год добавляется, ну, я уже говорил, 53-я неделя трудовая. Начало года приурочено к природному традиционному солнцестоянию 22 декабря. Календарь совмещен с Григорианским. Недели и номера имеют восстановленные русские традиционные названия. Значит, ну, сейчас по таблицам пройдем. Вот, и на экране она появится. Сейчас мне надо найти только, в каком они месте. Рассчитаны перечень высокосных лет до 3300, там, какого-то года, 34-го, по-моему. Вот первая таблица. Значит, здесь вот в первой строке вверху указан номер по порядку месяца года. 1, 2, 3 и так далее, и до 13. Потом в названии месяца года в этой же строке указано климатическое название этого месяца. Стужень, а, Снежень, Стужень, Лютый и так далее. И указано, значит, число дней от начала Нового года и до конца периода. Первое число. Вторая строка идет. Лики богов Руси, бога единого. Вот там первый месяц. Каледа, Род, Дед Мороз. Дед Мороз тоже бог был в древнее время. Семаргал, Иисус. Второй месяц. Крышень, Святовид, Чернобог, ну и так далее. Третья строка сверху. Жизнепринципы. Значит, каждому месяцу соответствовал свой жизнепринцип. Ну вот, настойчивость, открытость, преемственность и так далее. Дальше идет по горизонтали строка. Солнце в созвездиях зодиака. Кстати, тот зодиак, который сейчас распространен широко, он неверен. Солнце совсем не так проектируется на эти созвездия. И в созвездии идет излучение на Землю. Совсем другие даты. Там есть, ну, это можно потом уже углубляться в эти знания. Там все по-другому. Ну и потом вот идет номер недель годовых. Один, два, три, четыре и так далее. И до 52-й и 53-й высокосной в конце года там идет. И потом дальше сам календарь, на котором основные даты. И потом дата по Григорианскому и номер солнечного дня в каждой клеточке года указано. Ну, восстановлены названия дней, недель, полидельник, вторник, третийник, четверть, пятница, шестица, выходной. И дальше идет внизу уже Григорианский календарь. Обозначены контуры Григорианского календаря. Осьминки года, восемь осьминок, рассветание, пробуждение и так далее. И климатические сезоны. Их 14, которые в русской традиции всегда были. А не четыре сезона астрономических, как сейчас считается. Ну, вот здесь вот так каждая вот эта таблица идет. Вот. 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 13-й месяц. Тут тоже вот самое. Ну, несколько слов скажу. Вот производственный календарь. Значит, первый квартал, второй, третий и четвертый квартал четыре месяца будет, а не три. Но зато будут два подквартала. А это и тоже неплохо вести учет. Хозяйственные, финансовые и разные деятельности на предприятиях. И планы и прочее составлять там. Повседневный календарь. Вот это как раз схема здесь идет. Значит, весь календарь годовой укладывается в одну верхнюю строчку. И в один вертикальный столбец месяца. А вот это все пустое поле. 364 дня. Здесь его можно вписать в любой календарь в эту схему дней года. Ну, и сейчас вот здесь в Берегарианске расписан календарь. Здесь можно и мусульманский, и японский, и еврейский. Какой угодно на любой год. Но поскольку там ползучесть и Нового года, и всего во всех этих календарях, то там будут, конечно, на каждый год схемы различные. Внизу высокосные годы перечень. Ну, конечно, не весь перечень, потому что их очень много. Он отдельно в тексте здесь есть. А вот это высокосная неделя. Вот она. Вот когда она наступает, высокосный год, это неделя. Вот тогда год удлиняется. Вот эта схемка, которая здесь и есть. Вот она только крупная. Вначале она была более мелкая. Ну, и заключение. На успешное устройство жизни отдельного человека и общества в целом календарные знания производят определенное влияние постоянно и повсеместно. Этот процесс невидимый и даже незаметный. Но если его не сопоставлять в масштабе времени и изменений процессов общественного развития. Календарные знания многосторонние. Они затрагивают все сферы жизни. Повседневный жизненный календарь ПВРВК исключительно удобен, практичен, прост. Легко запоминаем. И разрешает многие, казалось бы, неразрешимые проблемы. Это сохранит и укрепит здоровье каждого, приблизит человека к природе, восстановит генетическую память человека, улучшит все жизненные процессы, рабочий день, досуг, быт человека будет увязан. Солнечным временем произойдет общее оздоровление, духовное возрождение, а также уменьшит конфликтность на всех уровнях, в том числе и межнациональных. В секунду, в секунду. Видно, что человек про календарь делает. Спасибо, все. Докладчик использовал. Здесь, конечно, я сообщил... Пять минут с текстового доклада, поэтому вопросы в клуарах. Сокращенно, даже тот доклад я не все зачитал сокращенно, но здесь более подробно. Кто интересуется, пожалуйста. Стуково. Все. Спасибо, очень интересно. Спасибо. 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 Спасибо.